Привет! Сегодня 1 июля. Я еду с роддома, приехала. Короче, вообще, трошка. У меня сегодня стоит ПДР, но он и недели раньше стоит, чем должен быть. Сегодня у меня жутко болел живот, причем от пупка все. Мышцы ужасно болят. Болела спина. Мы съездили в роддом. Мне сделали УЗИ. Малыш доношенный поставили все. Соответствует 40 неделям. КТГ мне почему-то не делали, что очень странно. Поэтому понять, схватки это не схватки, я не знаю. Пощекули шеек у матки. Мне сказали, что пропускает палец. Она щука сзади не до конца выпрямилась, и она еще не до конца сгладилась. Поэтому мне придется еще ходить. Сказали, ставить свечки с этим, хотел сказать, паверином. Бускапан, по-моему, ставить еще в сутки по четыре штуки максимум. Короче, то, что я ставлю болели, это мало. Короче, вообще, расстроилась пипец, потому что я думала, что уже все, как бы, какой-то процесс начался. Нет, блин, они даже не объяснили, почему болит живот. Они не могут понять, почему у меня болят области живота и так далее. Какая отличная просто... Вы далеко живете вообще, ну, типа, от роддома игры? Нет. Минут 15-20 ехать. Ну, если вдруг что, вы приезжаете, поставьте свечки. Возможно, у вас, как бы, сегодня может... Может, да? Ну, начать перерасти все в нормальные схватки тренировочные. Соответственно, как бы, меня отпускают под риск того, что, возможно, я начну рожать, и мне придется опять туда-сюда мотаться, вместо того, чтобы меня просто положили в патологию, извините меня, прокололи мне какой-нибудь окситоцинчик, да, подавали вот эти свечки, и все. И таким образом, как бы, помогли мне, наконец, уже разродиться. Ну, короче, блин. Честно, заколебалась. Настроение вообще никакующее. Вот эти сообщения по 10... 10 сообщений. Как ты? Ты родила? Я уже думала, ты родила. Рожай, давай быстрее. Я что, могу, что ли? Я так как... Извините меня. Сама хочу родить уже поскорее, потому что каждый раз, когда у тебя что-то болит, ты начинаешь думать о том, что, а вдруг это вот оно и есть. Фраза схватки, ты их прям сразу поймешь, что это они, ты их почувствуешь, ты ни с чем их не спутаешь. Я первый раз сражаю. Мне больно. Допустим, да, вот я вчера мылась, да, вчера принимала душ, и у меня просто адски заболел. У меня реально болел живот, как будто мне его поравнять, руками сдавливают со всех сторон. Это было ужасно. Болела спина. Сегодня болел крестец вместе с тазом. Это ненормально, я считаю. Да, есть такие тренировочные, когда, извините, тонус. Ну, каменеет живот и каменеет. Я понимаю, я не спорю. По этому поводу, как бы, для меня это нормально. Я даже не парюсь. Но когда у тебя начинает адски болеть, это уже странно. Вот для меня, допустим, когда у меня сильно болит, как они там, вот, и не перейдут. Значит, вот оно. Но нет. Каждый раз, когда я вижу тех, которые приезжают, как бы, со схватками, это выглядит так. Они стонут, как, извините, в каких-то порнофильмах. А-а-а. Стоят и наокивают, блин. И вообще у меня била логика. Девушки ей не сделали КТГ. Просто ей даже еще УЗИ не сделали. Ее потом только поставили на КТГ уже. Попозже, там, сердцебиение стали смотреть. У нее, видите ли, как бы идут схватки. Она третий раз рожает. У нее идут схватки. Но шейка закрытая. Вообще нифига не готовая. Все глухо, как в танке. И, пожалуйста, мы ее кладем, а вы хотите там еще. Ну, что вообще такое? И до 41-й недели мы, типа, вас там стимулировать, помогать вам ничего не будем. Я не прошу меня стимулировать. Я просто прошу, что хотя бы, ну, там, я не знаю, проставили сечки, понаблюдали за мной, да, посмотрели, там, если вдруг что, дали мне просто родить, наконец. Короче, я вообще не знаю. Я молюсь, чтобы у меня лопнул пузырь, чтобы у меня отошли воды, потому что иначе я просто не вижу смысла, потому что, ну, блин, тут если с такими схватками как-то непонятно, блин, девушка, извините, женщина приезжает, да, она 20, там, сколько, 20, почти 30 минут находится в очереди со схватками и ждет, пока ее примут. Ну, вообще, это логика, да, блин, а вдруг она за эти полчаса уже родить там сможет, тем более третьего ребенка, это вообще, короче, ужас, ужас. У меня уже нервов не хватает, я не знаю, что, как я, как не психануть. Вот, поэтому я не снимаю сейчас никакие там влоги, стараюсь вообще ничего этого не снимать, никакие топы, мне не до этого просто, серьезно. Я настолько взвинченная, что у меня нет времени, как бы, я иногда стою, я ложусь и думаю, да, я, в принципе, могу снять топ, но потом я понимаю, что у меня вообще нет настроения к этому и, как бы, поганить все это дело я не хочу. Вот, поэтому такое маленькое отступление. Поэтому топы все, все будет после того, как я рожу, не раньше, это точно. По поводу влога, я надеюсь, ну, сегодня такое маленькое, коротенькое видео, скажем так, накипевшим, вот. Так что я не рожаю, я не рожаю, еще раз. Родовой процесс не прошел. Как говорят, шейка матки у вас нормальная, но она еще не до конца типа готова, она не вступила в родовой процесс, то, бишь, у меня нет сокращений, она не уменьшилась до одного сантиметра. Причем, кстати, не сказали, сколько у меня расстояние там. Ну, было это два с половиной, писали сантиметра шейка матки, сейчас мне не сказали даже, сколько она. Короче, вообще, прям... Вот. Поэтому, как только, как только я рожу, я напишу вконтакте. Я скину там фоточку в инстаграм этих пяточек, бумажечки этой, которые, ну, бирочки, что малыш родился. Так что вы не пропустите этот момент, я вам обещаю. Но писать мне по тысячу раз лучше сейчас не стоит у меня. Так что у беременных нервы всегда на пределе, особенно последние вот эти недели, когда ты уже каждую неделю считаешь, надеешься, что у тебя это последняя неделя, что скоро ты встретишься малышом, у тебя затягиваются, затягиваются. И каждую неделю все это откладывается, откладывается. Ты готовишься, делаешь, блин, гребаный маникюр, шилаки, фигаки всякие. Оно, блин, отрастает за две недели, потому что ты за две недели еще нифига ничего не родила. Ой. Поэтому я надеюсь, что мне повезет. Я надеюсь, что эти бродские свечки мне помогут, и я в ближайшие дни все-таки раздражусь, наконец. Потому что мальчик... А, кстати, да, малыш мой. Мальчик мой весит. Мне написали в УЗИ. 3,350 плюс-минус 200 грамм. У меня уже не маленький такой там ребеночек-то сидит. Вот. Короче, не знаю. Накипело. Спасибо, что вы слышали о моем умозаключении, мой психоз предродовой. Потому что, честно, я вообще уже не знаю, чего ждать, чего хотеть. Кроме одного я хочу родить уже. Все. Больше я ничего вот такого не хочу. Ладненько. Пойду переодеваться и отдыхать. Пока.